Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном очень интересном и важном способе стимуляции фитоиммунитета у растений. Дело борьбы с болезнями является очень важным и ответственным. Очень много сельскохозяйственных растений теперь выращиваются, очень много болезней их поражают. Но есть некоторые неспецифические средства, совершенно безопасные для окружающей среды и для человека, которые мы можем использовать с целью профилактики всевозможных болезней растений. Одним из таких очень важных веществ является салициловая кислота. Салициловая кислота хорошо известна физиологам как вещество, которое вызывает выработку внутреннего иммунитета у растений. Причем этот иммунитет достаточно неспецифический. То есть нельзя сказать, что он работает против парши или только против фитофторы. Он работает против целого ряда всевозможных заболеваний. Для того, чтобы вызвать вот такую активацию внутреннего фитоиммунитета у растений, нам необходимо приготовить раствор салициловой кислоты. Сразу оговорюсь, что многие блогеры и просто советчики, иногда услышав слово салициловая кислота, ассоциируют это вещество с ацетилсалициловой кислотой, которая употребляется людьми очень-очень часто, но и название этому веществу аспирин. Так вот, ацетилсалициловая кислота, это производная салициловой кислоты. И оно не имеет той активности для растений, которая имеет салициловая кислота. Поэтому, пожалуйста, не путайте. Если кто-то считает, что можно растворить таблетки аспирина в воде и обработать растения, то вы его можете легко поправить теперь и сказать, что нет, не так нужно делать. В аптеках салициловая кислота доступна в виде спиртового вот такого вот раствора. Он продается без ограничений. У меня здесь вот 4 флакона по 25 мл. То есть всего 100 мл салициловой кислоты. Салициловая кислота для растений нужна в очень небольшом количестве. То есть она в очень маленькой концентрации дает сигнал к повышению фитоиммунитета, к активации защитных функций растительного организма. Для того, чтобы, соответственно, приготовить раствор, а я буду рассчитывать на 10-12 литров воды, соответственно, мне нужно взять 100 мл вот такого спиртового раствора. Когда мы разбавляем этот раствор водой, даже в небольшом количестве, вы можете обратить внимание, что салициловая кислота выпадает в виде игольчатых кристаллов. Особенно если вы растворяете в большом количестве воды, концентрация спирта в растворе падает. Салициловая кислота выпадает в осадок. Но это совершенно не то, что нам нужно. Выходом является, ну, можно в теплой воде растворить салициловую кислоту. В теплой воде она растворяется гораздо лучше. Но при охлаждении раствора, при попадании его на листья, при обработках самих салициловая кислота, опять же, будет выпадать в осадок. И будет становиться менее доступным растением. Какой же есть выход? А выход очень простой. Необходимо салициловую кислоту превратить в легко растворимый салицилат. Среди разнообразных салицилатов, салицилат аммония является наиболее предпочтительным. Потому что и сам аммоний является источником азота для растений, хорошо поглощается листьями. И хотя мы будем добавлять совсем немного, все равно он может являться, ну, каким-то таким небольшим азотным подспорьем. Для того, чтобы приготовить салицилат аммония, нам необходимо к таким вот 100 мл спиртового раствора салициловой кислоты 2% прибавить примерно 40 мл аммиака. Что мы и сделаем. Если вы в своей емкости увидите растворы, увидите кристаллы салициловой кислоты, то вы сразу же увидите одновременно при добавлении аммиака, что эти кристаллы очень быстро растворяются. Итак, мы вливаем сюда аммиак. Аммиак замечательно реагирует с салициловой кислотой, в результате чего образуется салицилат аммония. Легко растворимое вещество, очень доступное растение. Вот этот вот объем мы растворяем в 10 литрах воды и обрабатываем буквально все растения. Конечно, начиная с томата, перца, баклажана, огурца, картофеля, переходим на другие овощные растения, а потом идем в сад. Надеюсь, что информация о том, какие полезные свойства есть у салициловой кислоты, помогут держать вам ваши растения без какой-то серьезной химической обработки, свободными от болезни. Конечно, салициловая кислота не гарантирует в полной мере, что растения ваши не заболеют. Здесь еще есть очень много факторов. Это и режим питания растений, и окружающая среда. Может, там дожди идут активные, холодно и так далее. Поэтому салициловая кислота не является, безусловно, панацеей от болезней, но она является очень-очень большим подспорьем в том, чтобы долго держать растения свободными от различных болезней. Я желаю вам успеха. Ставьте свои лайки, если это видео вам полезно и понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Если вам больше нравится читать различную информацию, нежели чем смотреть в интернете, подписывайтесь на журнал «Урожайные сотки». Там мы публикуем довольно много интересных материалов тоже. Задавайте свои вопросы на канале процветок.ком. Мы всегда будем рады как можно оперативнее ответить на те проблемы, решить проблемы, которые вас волнуют и с которыми вы сталкиваетесь в своей повседневной садово-огороднической жизни. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»